Встреча с половиной шестого. Добрый вечер. С новостями Эльвира Найманбаева и Виктория Антонишина. Глава государства принял ректора Евразийского национального университета имени Льва Гумилева, сообщает пресс-служба Аккорды. Ерлан Садыков рассказал президенту о работе университета за прошлые годы и о текущей деятельности вуза. Мурсултан Назарбаев акцентировал внимание на важности подготовки высоко квалифицированных кадров для программы индустриального развития страны. Сейчас в университете обучаются свыше 17 тысяч студентов, большинство из которых свободно владеют тремя языками. К слову, Ену на сегодняшний день занимает одно из первых мест в республике по критерию трудоустройства выпускников. После переноса столицы в Астану одним из первых решений стало образование этого учебного заведения, престиж и авторитет которого растет вместе с главным городом республики. Евразийский национальный университет имени Гумилева и Казахстанский национальный университет имени Аль-Фараби находятся в авангарде высших учебных заведений страны. Важно подготовить высококвалифицированные кадры для программы индустриального развития Казахстана. Университет постоянно повышает свой уровень и сейчас занимает 345 место в мировом рейтинге. Иностранные преподаватели, которые работают в нашем ВУЗе, а также работодатели, отмечают высокую подготовку наших студентов. Мы готовим специалистов разного профиля. Вы ставили задачу, чтобы в будущем Казахстан стал космической державой, так вот сейчас мы готовим специалистов в космической отрасли. Сегодня же Нурсултан Азарбаев ознакомился с ходом реализации ряда проектов, направленных на развитие главного города страны. Президент посетил научно-исследовательский проектный институт «Астана-Генплан». В ходе визита главе государства рассказали о проводимой работе в области архитектуры и градостроительства столицы. Поправки в основной закон страны соответствуют конституционным ценностям, основополагающим принципам деятельности и формы правления страны. Такое решение огласили члены Конституционного совета. Напомню, сегодня там рассматривали проект конституционной реформы. В заседании не участвовал председатель совета Игорь Рогов. Заявил самоотвод. Это связано с тем, что он входил в состав рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти, а также в совместную комиссию палат парламента. Конституционный совет постановляет. Первое. Признать закон Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан принятый парламентом Республики Казахстан и представленный на подпись президенту Республики Казахстан 6 марта 2017 года в соответствующем Конституции Республики Казахстан, в том числе конституционным ценностям, основополагающим принципам деятельности в форме правления Республики Казахстан. Второе. Согласно пункту 3 ст. 74 Конституции Республики Казахстан, нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, обжалованию не подлежит, является общеобязательным на всей территории Республики. Эта процедура необходима, потому что у нас идет реформирование государства. И реформирование государства, оно идет не от случая к случаю, а на постоянной системной основе. И изменения в Конституцию у нас уже на истории независимости вносится четвертый раз. Но это самое масштабное изменение Конституции, и оно направлено прежде всего на демократизацию нашего общества. Европейский инвестиционный банк в этом году выделит Казагра 200 миллионов евро. Об этом сообщил глава представительства Казахстана при Европейском Союзе Алмаз Хамзаев, выступая на брифинге в МИДе. Сейчас переговоры продолжаются. Подписание соглашения сроком на 15 лет запланировано на этот год. Сумма пойдет на финансирование проектов дочерних компаний Казагра, модернизацию элеваторов, покупку спецтехники, разведение скота без помощи ГМО и клонирования. Казагра ведет переговоры с Европейским банком. Я думаю, что до конца года будет открыта и подписана еще одна кредитная линия с одной из дочерних компаний Казагра. График внедрения трехязычного обучения в школах обсудят с общественностью в конце 2018 года. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил министр образования и науки Ирланд Сагадиев. Словом главы ведомства, до этого периода в стране будут заниматься подготовкой учителей. 12 тысяч преподавателей планируют обучить английскому языку в этом году, столько же в следующем. Мы решили внимательно следить за тем, что произойдет в сентябре 2017 года. Большое количество школ заявилось, что в режиме пилота они хотели бы начать этот процесс. Мы будем весь год за ними следить, разговаривать с детьми, с учителями, с родителями. И вынесем весь этот материал на большое педагогическое обсуждение в конце 2018 года. За год до внедрения. Ирланд Сагадиев затронул и проблему загруженности учеников домашним заданием. По времени, которое затрачивается на выполнение внеурочных упражнений, Казахстан занимает четвертую позицию среди 65 стран. При этом прямого соотношения между объемом домашнего задания и успехами в обучении не выявлено, говорит министр. В течение месяца в МОН должны принять решение по этому вопросу. И сегодня же Ирланд Сагадиев опроверг обвинения о командных перемещениях в его ведомстве. Он заверил, что до прихода в министерство не был знаком ни с кем из сотрудников, кроме своего помощника. Об этом глава Минобразования также сообщил в ходе пресс-конференции в правительстве. Глава ведомства ответил известному общественному деятелю Мухтару Тайжану и политологу Айдосу Сарыму на критику в адрес проводимой политики в сфере образования. Мухтар Тайжан потребовал отставки Сагадиева, если подтвердится наличие нового классификатора специальностей для вузов, из которого исключены казахский язык, литература, история и востоковедение. Что касается заявлений этих людей, я с ними не знаком. Заявления я не зарегистрирован в социальных сетях. Если такие заявления есть, я, может быть, как-то и отвечу. Но мне кажется, это не те люди, которые могут вставить этот вопрос. Из-за сильного задымления вагона эвакуировали пассажиров поезда Астана-Сарагаш. ЧП произошло во время стоянки на перегоне Караганузе-Карабас. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Пассажирские перевозки». На место выехали пожарные расчеты из Караганды. В результате происшествия никто не пострадал. Вагон заменили, поезд следует далее по маршруту. Причины случившегося выясняют. На востоке Таиланда в результате ДТП с автобусом погибли двое школьников и четверо учителей одной из средних школ провинции Кхонкине. Авария произошла на территории горного заповедника. В автобусе находились 44 ученика старших классов и преподаватели. Они ехали на экскурсию. В словом полицейских, водитель транспортного средства сильно разогнался на извилистой горной дороге и не справился с управлением. Автобус не вписался в поворот и вылетел с дороги и упал с 20-метрового обрыва. Все выжившие в ДТП пассажиры получили травмы различной степени тяжести и доставили в ближайшую больницу. При этом водитель автобуса в аварии не пострадал и даже скрылся с места происшествия. За время президентства Дональда Трампа число мексиканских мигрантов, нелегально пересекающих сухопутную границу США и Мексики, сократилось на 40% до 19 тысяч по данным за февраль. Причем этот показатель самый низкий за последние пять лет. С чем же связана такая тенденция, выясняла Жадра Джазина. Если в январе на границе с Мексикой задержали более 30 тысяч человек, то в феврале, когда пост президента США уже занимал Дональд Трамп, их число упало почти до 19 тысяч. Это самый низкий показатель за последние пять лет. По словам министра внутренней безопасности США, незаконные услуги по переходу границы подорожали почти в два с половиной раза, то есть до 8 тысяч долларов за человека. Это радостная новость, поскольку в период между октябрем и инаугурацией президента сообщалось о 157 тысячах задержаний нелегальных мигрантов. С того момента, как президент Трамп вступил в должность 20 января, мы стали свидетелями резкого падения потока нелегалов. Несмотря на очевидные результаты, администрация Трампа, похоже, намерена решить проблему нелегальной миграции до конца. Накануне стало известно, что американские власти, возможно, будут разделять матерей и детей, которые нелегально пересекают границу США и Мексики. Пока местное правительство не объявило об этом официально, тем не менее реакция мексиканских властей была мгновенной. Во-первых, стоит подчеркнуть, что это пока просто намерение американских властей. Но мы не могли на него не отреагировать, поскольку от этого решения может пострадать множество мексиканцев. Мы надеемся, что американское правительство прислушается к нашему мнению. Судьба мигранта нелегкая. Нужно думать по-новому, привыкать к чужому. При этом быть в состоянии прокормить и обеспечивать семью всем необходимым. Случаи бывают очень разные, но нет ничего больнее для родителя, чем разлука с ребенком. Трамп сделал борьбу с нелегальной миграцией главной темой своей предвыборной кампании. В частности, он обещал построить стену на границе с Мексикой. Кроме того, в начале этой недели американский лидер подписал новую версию указа о запрете на въезд в страну на 90 дней для граждан нескольких стран. Это Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан. Из списка исключен Ирак. Также, в отличие от предыдущей версии, запрет не распространяется на граждан, уже получивших визы, обладателей грин-карт или с двойным гражданством. Указ вступит в силу уже 16 марта. Тем временем, реакция правозащитников, которые уверены, что новый документ основан на религиозной дискриминации, была бурной. Они пообещали продолжить борьбу против указа Трампа. Жадра Джазина, Хабар, 24. Спецпосланник ООН по Сирии Стафан Демистура намерен созвать пятый раунд межсирийских переговоров 23 марта. Об этом он заявил по итогам закрытых консультаций Совет безопасности ООН. Также Демистура сообщил, что новый раунд межсирийских переговоров будет непрямым, при этом отметив, что ход политического процесса зависит от соблюдения режима прекращения огня в Сирии. Ожидается, что участники переговоров прибудут в Женеву 22 марта. Моя цель в настоящий момент снова собрать приглашенных участников переговоров в Женеве на пятый раунд, предположительно 23 марта. Переговоры по-прежнему будут непрямыми. Возможно, когда будет подходящий момент, мы перейдем к прямым переговорам. Но мы считаем намного более продуктивными непрямые переговоры, потому что в таком случае посредник может сделать свою работу лучше. Цены на черное золото продолжают стремительно падать. Так, стоимость майских фьючерсов на Североморскую нефтяной смесь марки Brent резко снизилась до 53 долларов и 52 центов за баррель. А цена апрельских фьючерсов на марку WTI в ходе торгов падала до 50 долларов и 3 центов за баррель. По словам экспертов, подобная негативная тенденция связана с недавними сообщениями о коммерческих запасах нефти США. Ранее в Министерстве энергетики заявили, что американский нефтяной резерв за прошлую неделю увеличился почти на 8,5 миллионов баррелей. Эти показатели значительно превзошли ожидания аналитиков, которые рассчитывали на рост не более чем на 2 миллиона баррелей. Информация с казахстанской фондовой биржи. 316 тенге, 81 тен. Средневзвешенный курс по итогам двух сессий. Общий объем торгов состоял почти 190 миллионов в американской валюте. Еще три дороги в стране станут платными уже начиная со следующего года. Речь идет о трассах Астана-Тимиртау, Алматы-Харгос и Алматы-Капшагай. Напомню, на сегодня платным является только автобан «Астана-Щучинск». В год он приносит государству доход в 1,5 миллиарда тенге. Стоимость проезда каждого километра по новым направлениям также не превысит 1 тенге, заявили в профильном министерстве, добавив, что ввод платных дорог – это большая разгрузка для бюджета страны. В этом году эта система будет внедрена. С 2018 года начнется сбор денежных средств за проезд по этому участку, то есть насчет работы. Эти средства уходят на содержание этой автомобильной дороги. На длежащем виде. Да, на длежащем виде, на длежащем качестве, который обеспечит безопасный проезд, то есть без нагрузки на бюджет. В Атмолинской области открылась первая официальная касса, где можно приобрести билеты на экспо. До сентября она будет работать без выходных. Предусмотрена и система льгот. К слову, в регионе активно готовятся к международной выставке. Сто волонтеров сейчас проходят обучение, отбирают и лучших экскурсоводов. В регионе 300 объектов отдыха, 100 из них готовы принять многочисленных гостей. Посещение курорта Бурабай включено в пакеты ведущих туроператоров Алматы и Астаны. Сейчас подготовлены 7 основных турпакетов, куда вошли лучших 30 туристских маршрутов. Дополнительно подготовили 30 с лишним экскурсоводов, владеющих иностранными языками. Лучшие строительные материалы идут на завершение строительства международного комплекса. Мы полностью отвечаем за продовольственное снабжение. Уже около 200 билетов выкуплены. Около 500 билетов только распространено на льготных условиях. На этом пока все. Благодарю за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok